Добрый вечер! А я все-таки хочу думать, что это любовь. Пусть злые и циничные языки говорят, что никакая это не лавстори, просто он нашел себе молодую и красивую, а она себе надежный кошелек. Я все равно хочу думать, что это любовь. Но ведь это правда романтично, это надпись на лавочке, вернее табличка на лавочке в Центральном парке Нью-Йорка, Соединенные Штаты Америки. Андрей Костин, не забудь, что мы с тобой одной крови, что-то из Маугли, из детства, наверное, Наиля, та самая Аскерзаде, 2015 год. Ну вы же, наверное, уже знаете эту историю. Андрей Костин, главный в банке ВТБ. А ВТБ один из главных наших государственных банков. На нем, говорят, едва ли не полэкономики России держатся. И Наиля Аскерзаде, ведущая на одном из наших главных государственных телеканалов «Россия-1». На нем тоже говорят многое, что держится. И эта табличка на лавочке в Нью-Йорке, она подарила ему эту табличку. И не надо недооценивать. Я вот поняла, что многое не знаю о жизни. Я думала, что на лавочках пишет только Ваня плюс Маша равно сердечко. А оказывается, можно покупать специальные таблички на лавочках в Центральном парке Нью-Йорка. И стоить эти таблички будут от 10 до 25 тысяч долларов, то есть до полутора миллионов рублей. Представляете, просто ведущая государственного телеканала, то есть телеканала, живущего на деньги из бюджета, ну то есть за наш с вами счет, подарила своему знакомому табличку на лавочке за полтора миллиона рублей. Впрочем, он в нее инвестировал значительно больше. Вы же уже видели это расследование Фонда борьбы с коррупцией? Если не видели, посмотрите, там все очень четко доказано, просто гениально. Я лишь сейчас повторю сухой остаток. По сведениям ФБК, примерно 8 лет назад 23-летней журналистке Наиля Схерзаде выпала удача взять интервью у 55-летнего банкира Костина. После этого журналистка Наиля уволилась из газеты, в которой работала, и ее взяли ведущей на главный государственный телеканал. И туда, вот ей-богу, просто так не попадешь. Кстати, на сайте Проект Медиа я нашла по этому поводу интересную цитату. Наиля сразу попала в кадр, хотя поначалу говорила непрофессионально. Ей одной разрешали выходить в эфир с распущенными ниже талии волосами. Главред России 24 Евгений Бекасов мог обматерить любую ведущую, но не Аскерзаде. А еще теперь у Аскерзаде есть и Тефи за интервью. И ей правда, дают интервью те, кто почти никогда никому их не дает, например, Сечин. Этих людей, ну вот ей-богу, есть о чем спросить. Но Наиля никогда не задает неудобных вопросов. Это так, придирки. Главное, после знакомства с госбанкиром Костином у журналистки Наили помимо Тефи и эфира появились, я сейчас буду зачитывать, потому что так я просто не запомню. Квартира огромная в центре Москвы стоимостью 220 миллионов рублей. Здоровенный дом на Рублевке стоимостью 250 миллионов рублей. Земля на Рублевке стоимостью, внимание, 3 миллиарда рублей. Но еще не все. Яхта за 4 миллиарда рублей. И самолет за 60 миллионов долларов. Андрей, 63 года. Окружил молодую жену штатом домработниц, спонсировал любую ее прихоть, предупреждает, что может шокировать девушку своими дорогими подарками. И я верю, что это любовь. Ну просто потому, что невозможно же инвестировать в нелюбовь миллиарды рублей. Ну невозможно же сделать свою женщину миллиардершей, ну просто потому, что ты хочешь казаться мачо. Нет, я понимаю, что у тебя госбанк, это триллионы государственных вливаний, а государственные деньги это же только априори наши с вами, а по сути-то ничьи. Ну и потом взять то, что плохо лежит, и положить так, чтобы лежало хорошо. Это же наша с вами национальная забава. Но не до такой же степени, чтобы у журналистки, пусть молодой и красивой, но яхта за 4 миллиарда. Поэтому я все-таки решила, что это все-таки любовь. А если это настоящая любовь, то лично я тоже готова в нее инвестировать. Поэтому я пошла в банк ВТБ и взяла у них кредитную карту. Вот, правда, даже вам покажу, что не вру. Они мне давно предлагали, я не брала, потому что процент грабительский 26% годовых. Но теперь-то я понимаю, что настоящая любовь стоит дорого. Яхты, самолеты, туда-сюда. Все это нужно обслуживать, так что пусть лежит эта моя кредитная карта ВТБ. И потом мне просто нравится этот Костин, он же щедрый парень. Мне тут, кстати, одна инстадива, очень хорошо устроенная в этой жизни, рассказывала, что главное качество в мужчине – это щедрость. Так вот, наш госбанкир, он же щедрый. Через пару дней после истории с самолетом журналистки Наэльи фонд борьбы с коррупцией рассказал еще об одном самолете, на котором летает уже жена нашего премьер-министра Светлана Медведева. Он записан на тот же офшор, что и лайнер, которым пользуется журналистка Наэля. И вначале тоже принадлежал дочерней структуре ВТБ лизинга. А потом был передан в пользование жене Медведева по той же схеме, что и самолет телеведущей. Так что наш Костин, он не только щедрый, но еще и предусмотрительный. Самолет подарил не только своей девушке. Подстраховался на всякий случай. И это правильно. Можно себе позволить перестраховаться. Банк-то государственный, и деньги еще будут. Вот в конце ноября президент Путин подписал закон о внесении изменений в бюджет. Решено увеличить траты на дополнительное финансирование не только силовиков, но еще и, угадайте кого, госбанков. Госбанки теперь дополнительно получат 162 миллиарда рублей. Статья называется «Национальная экономика». И я рада за журналистку Наэлю и нашу национальную экономику. Вот как раз к журналистке Наэле у меня совершенно нет никаких претензий. Правда, как нет и совершенно никаких надежд на нашу национальную экономику при таком развитии событий. И последнее. У Дмитрия Медведева была большая пресс-конференция. Два часа двадцать телеканалов. И никто не спросил у премьер-министра про самолет его жены. Подстраховались на всякий случай. И это, наверное, правильно. У меня все. Всегда ваша Юлия Сорокина. Удачи! Удачи!